Здравствуйте, меня зовут Вероника, я студентка 2-го курса факультета иностранных языков леогеноведения МКУ им. Ломоносова. И сегодня я хотела бы рассказать вам про свой личный опыт, знакомство с культурой Сербии. В этом сентябре мне удалось побывать в Международном славистическом центре, сокращенно МСС. Я была в Белграде, я была там на курсе семинаров, и я безмерно благодарна своему факультету, что мне позволили после всего года изучения языка посетить страну изучаемого языка, что достаточно большая редкость. Итак, Международный славистический центр, работающий при филологическом факультете Белградского государственного университета, ежегодно проводит семинары сербского языка, литературы и культуры. Эти семинары проходят с самого основания МСС, совместно с научной конференцией славистов, приуроченной к днём Вуга Карджича. За 48 лет работы МСС в семинарах участвовали тысячи молодых словистов со всего света, и смело можно утверждать, что на данный момент не осталось ни одной кафедры, преподающей сербский язык, а профессора и студенты, которые не были участниками этой конференции. Во время нашей учёбы в Белграде преподаватели всегда были полны энтузиазма и полного осознания того, как важна их работа. И основной задачей Международного съезда является собрать и объединить как можно больше людей, изучающих сербский язык, а также историю и культуру Сербии. И мне хотелось бы подробнее рассказать про организацию учебного процесса. Перед тем, как приступить непосредственно к самим занятиям, все участники съезда, это было около 60 человек, они были разделены на 5 групп по уровням языка. То есть разделение происходило при помощи теста, который состоял из аудирования, самой тестовой части и в итоге сочинения на одну из заданных тем. Что же касается самих занятий, они проходили в довольно спокойной обстановке, очень дружелюбной, и всё это благодаря преподавателям. Всего у нас было 4 вида учебной деятельности. Это факультативные курсы по сербской фонетике и литературе, различные лекции, занятия по грамматике и конверсации. То есть факультативные курсы помогли участникам семинаров понять фонетическую систему языка, что очень помогло, я считаю, студентам, у которых первый язык неславянский. То есть из разных других стран, неславянский. Также на занятиях по речевой практике студенты использовали свои навыки говорения, практиковали их, улучшали, изучали новую полезную лексику, а также учились избавляться от страха, разговаривать с иностранцами. Организаторы Международного съезда словистов старались не только обучить нас сербскому языку, но также погрузить участников семинара в культуру Сербии. Ежедневно после занятий на филологическом факультете проводились курсы народных песен и танцев. Там нас учили танцевать народные сербские танцы под аккомплемент живой музыки. Именно эти курсы, я считаю, помогли иностранным гостям полностью прочувствовать энергию и колорит балканских народов. По выходным участники семинара, то есть мы, кто там присутствовали, отправлялись в экскурсионные поездки. Нам удалось побывать в городе Вишеград, Республика Сербская. Там находится знаменитый мост через реку Дрина, ставший центральным образом романа знаменитого ягославского писателя Ива Андрича «Мост на Дрине». Также была организована экскурсия в Новий сад. Там нам удалось посетить Матиту Сербскую, где специально для участников семинаров была прочитана лекция о том, как важно изучать славянский мир. И последней выездной экскурсией стала поездка в Тыршич, на родину основоположенного литературного сербского языка Вука Карачича. Нам посчастливилось стать зрителями потрясающего праздника Дня Вука, который ежегодно проходит в тех местах. Также мы побывали в Национальной библиотеке Сербии, в музее Николы Теслы, в доме поэтессы Десенки Максимович и в различных других действительно интересных местах. И в заключение мне хотелось бы сказать, что я была восхищена и поражена огромным желанием сербского народа показать все краски и прелести своей страны, своей культуры. Кроме того, эта поездка помогала мне по-другому увидеть и вообще посмотреть на язык, который я изучаю, и помогла мне понять, что славянский мир — это именно та область науки, которой мне хотелось бы заниматься в будущем. Большое спасибо. А почему это все самое дружное? Начать говорить. Честно говоря? Да. А почему? Ну, всегда страшно, что что-то пойдет не так, что ты скажешь не так, тебя как-то не так поймут, как-то не так посмотрят. Хотя, на самом деле, сербский народ максимально лоялен к ошибкам, особенно поскольку Сербия — это русофильная страна. И, как бы, если ты из России, а еще и пытаешься говорить на сербском языке, тебе не только там подскажут, но помогут с удовольствием, плюс еще дадут какую-то нужную информацию. И, в общем, самое сложное было начать говорить, хотя бояться вообще не стоило.